Коль выпала такая судьба в этом году для Беларуси возглавлять все интеграционные органы, мы будем это делать достойно. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом мы будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию ты знаешь, кто подталкивает республики, которая находится вокруг этого интегратора. Поэтому наши интересы должны быть соблюдены. Слава Богу, что пока наши интересы абсолютно совпадают с интересами наших соседей, особенно членов организации договора о коллективной безопасности. Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ, да и они не очень-то противоречат интересам и Украины, нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно. Поэтому это наша позиция, позиция, опять же, исходящая от менталитета белорусского народа, мы ей будем придерживаться. Впереди у нас саммит Совета коллективной безопасности. Я хотел бы, чтобы рассказали нам, что там у нас происходит в секретариате, когда, где и повестка дня этого саммита. А также мы вносили, по-моему, предложения по партнерству ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ, как продвигаются эти вопросы. Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите. Ну и ряд вопросов, которые стоят перед главами государств ОДКБ, организации, и как мы их будем решать. Ну и свое впечатление о работе секретариата. Если там нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, я буду инициатором на очередном заседании с Владимиром Владимировичем, переговорим по этому вопросу с другими президентами, чтобы у нас уже иметь полную ясность. Потому что если секретариат будет работать как прежде, ну так будет работать и организация договора коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время.